Всем привет! Меня зовут Ирина и я рада всех видеть на канале 7 дач, как поливать и подкармливать томаты. Томаты или помидоры это самая распространенная, любимая овощная культура у всех дачников и огородников. Томаты не любят ни засухи, ни избытка влаги. В народе есть пословица, томаты любят мокрые ноги и сухую голову. У томатов идеально, влажность почвы 85-90%, а влажность воздуха 50%. Я живу на юге, в Севастополе. Для нас идеальный полив. Помидор это капельный полив. Всегда будет влажная почва. Или же мы поливаем два раза в неделю. Поливаем два раза в неделю, обильно поливаем. Низкорослые томаты достаточно полведра, а большие высокорослые томаты поливать нужно ведро воды на один куст. Проливать томаты нужно хорошо, корни глубокие и нужно, чтобы почва была влажная. Полив допустим только под корень и только теплой, не холодной водой. О нехватке влаги говорят листья томатов. Вот такие скрученные листья говорят о том, что не хватает влаги, что пора поливать наши помидоры. Для удержания влаги почву хорошо мульчируем. Нашим помидорам нужна подкормка. Используем только органическую подкормку. Мы не хотим в наших помидорах видеть нитраты. При посадке используем перегнивший коровий навоз и золу. Зола это источник необходимого калия для помидор. В дальнейшем обязательно нужно два раза, когда цветут томаты, опрыскать борной кислотой. Ведь для томатов необходим бор. Опрыскиваем из расчета 1 грамм на литр воды. Примерно с разницей между опрыскиваниями в 2-3 недели. Дальше используем в течение всего сезона зеленые подкормки. Я думаю, что садоводы, которые выращивают томаты, обязательно используют зеленые подкормки. Таких зеленых подкормок много. Самая из них удачная, конечно, та, которую используете вы. Считается, что лучшей зеленой подкормкой является та, где используется крапива. Безусловно, здесь есть весь спектр необходимых микроэлементов. Но вот крапива не везде растет. Я живу на юге, в Севастополе. У нас жаркое, засушливое лето. И крапиву у нас не найти. Хорошо для подкормки зеленые использовать и седираты, которые специально я, например, сажаю для этих целей. Хороша горчица, люцерна и масляничная редька. Она предотвращает нематоды. Вот моя емкость, в которой я готовлю зеленые удобрения. Это бачок от старой стиральной машины. Примерно 20 литров. Вкопан немного в землю. Стоит на солнце. И вот такой у него неприглядный вид. Вот здесь мои зеленые удобрения. Все, что я сюда кидала, примерно 4 дня назад. Вот они растворились. Я не могу даже подцепить, чтобы показать, какая трава у меня там первоначально находилась. Все практически уже растворилось. Было здесь добавлено навоза на эти 20 литров. Вот этот вот ковшик. Все. И где-то на треть было здесь зеленой массы. Горчица плюс люцерна. Также нужно помнить, что при приготовлении зеленого удобрения мы используем сорняки или зеленые растения, которые выросли на нашей почве. Они содержат все необходимые микроэлементы, но в той последовательности и в той пропорции, какие они есть в нашей почве. И если в нашей почве не богата какими-то из них, то и растение будет иметь эти же недостатки. Вот наша почва, там где наша дача, она не богата железом. Это известковая скала. Поэтому и почва наша, не богатая железом, и растение болеет хлорозом. При приготовлении зеленого удобрения я добавляю хилат железа. Готовлю я его сама. Обязательно добавляю в емкость, где будет у меня зеленое удобрение. Чтобы приготовить хилат железа, нам понадобится железный купорос и лимонная кислота. Пакетик лимонной кислоты 10 грамм. Пересыпаем в банку. Берем железный купорос. Вот такую столовую ложку железного купороса. Еще чуть-чуть. Примерно один к одному. Перемешиваем. Разбавляем водой. Вот этот раствор и будет хилатом железа. Двухвалентным железом. Хорошо усвояем растениями. Баночку. Вот. Теперь я приготовила хилат железа. Вот он. И я его сюда выливаю. Вот эта вот хорошая желтая жидкость. Хилат железа. Железа у нас не хватает в почве. Поэтому полив обогатить мое зеленое удобрение. Это только польза. При поливе зеленым удобрением я буду вот этот черпак, здесь полтора литра, добавлять на ведро в 10 литров. И поливать по ведру под большой помидор, по пол ведра под низкорослые. На этом все, друзья. Всего доброго. Хороших вам урожаев. До новых встреч. Задавайте вопросы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч.